Юлия Сербес Вернись за мной. Сегодня был очень тяжёлый день на работе. Тружусь я в небольшой частной фирме, которая занимается установкой кондиционеров. В этот день звонков было так много, что уже к обеду у меня жутко болела голова, а часам к четырём заявился наш шеф, как всегда раздражённый. Он разводится с женой, и та, по всей видимости, решила выжать из него всё по максимуму — деньги, нервы и здоровье. Может, это и правильно, он такой противный. Вечно красное лицо и блестящие глаза, а голос словно мышь пищит. Хотя какое моё дело? Может, это она ему изменила и растоптала в нём остатки чего-то человеческого. А вот настроение шефа касалось меня напрямую. Сегодня он орал, бушевал, топал ногой, а под конец разговора запустил в меня огромной папкой для бумаг. Бывают минуты, когда я его ненавижу, но по большей части мне его жалко. Именно поэтому я стараюсь не обращать внимания на его поведение. Но не скажу, что это меня не утомляет. Я была очень рада, когда офисные часы на стене показали семь вечера. Как же меня достали эти каблуки! Я быстренько сняла туфли и обулась в удобные и родные сердцу кеды. Свобода! Домой я обычно возвращалась по двум сценариям. Если погода позволяла, всегда шла пешком. Благо, я снимала квартиру всего в двух остановках от офиса. Ну, а если меня настигали дожди, морозы или ветра, а, надо сказать, терпеть не могу ветра, я всегда быстренько добегала до маршрутки и в два счёта оказывалась в своей квартире. Сегодня меня встретил замечательный, тёплый октябрьский вечер. Воздух был таким свежим, что хотелось набрать его полные лёгкие. Я шагала и мечтала быстрее добраться до той части улицы, где начинали тянуться бледные вереницы и пятиэтажки. Наступало самое интересное для меня время. Темнело, и окна домов начинали поочерёдно загораться. У меня было одно странное и, в общем-то, слегка неприличное увлечение. Я любила смотреть в чужие окна. Это был целый мир для меня, не менее увлекательный, чем для иных становился мир книг. Окна квартир прятали за собой целые истории, романтические приключения и драмы, бывалые комедии. Я становилась свидетелем невероятно красноречивых сцен ревности и нежных сцен примирений. За невидимыми стеклянными преградами люди любили друг друга и ненавидели, воспитывали детей и играли с питомцами, ели и танцевали. В общем, там протекала самая простая жизнь, но в то же время самая сложная. Я любила только те окна, которые были подсвечены жёлтым светом, таким тёплым, по-домашнему уютным. Мне казалось, что такой свет утрирует любые события, делает их какими-то важными. Было одно правило. Если хоть кто-то замечал моё присутствие, будь то обитатель жилища или прохожий, я незамедлительно ориентировалась и больше никогда не задерживалась у этого окна. Я так делала вовсе не потому, что боялась показаться каким-то маньяком, а потому, что в такие моменты пропадало всё волшебство, происходящие события переставали быть для меня книгой и становились обыкновенными, ничем не примечательными действиями людей. В этот вечер я была настолько разбитой и уставшей, что спешила поскорее добраться до окон, чтобы погрузиться в мир жизненных историй, мне не принадлежавших. По пути я заскочила в местный магазинчик, где продавщица уже была мне как родственница. Она всегда встречала меня с таким выражением лица, словно я её сестра, которую она не видела уже пять лет. — Добрый вечер! — звонко произнесла она. — Нам сегодня на пробу принесли домашние жареные пирожки с картошкой, капустой и сладкие с творогом. Хотите попробовать? Надо же! Я всегда восхищалась такими людьми. Эта женщина стоит здесь, не приседая, целый день. А ведь покупатели бывают самые разные. Как же ей удаётся всегда быть в таком хорошем настроении? — Пожалуй, возьму один с картошкой, — согласилась я, потому что всегда брала себе поесть во время просмотра моих особенных фильмов. — Будьте добры, ищу кофе с молоком. — Без проблем! — ответила мне эта солнечная женщина. Еле дождалась свой кофе. Улей вылетела из магазина. Не терпится посмотреть, примирились ли те двое, что вчера так яростно ругались из-за того, чья очередь готовить. Они так кричали, что я даже различала некоторые слова. Думаю, они ссорились вовсе не из-за еды. Она лишь стала причиной, катализатором. Подхожу к этому окну. Темнота. Какая жалость. Ладно, идём дальше. В одном окне почти ничего не видно. Его подсвечивает только экран телевизора. Кажется, кто-то лежит на диване. Но ничего не разглядеть. Слишком низко. Стена под окном перекрывает вид, а ближе подходить совсем не хочется. Чтоб разглядеть, становлюсь на кусок старого шлакоблока. Так и есть. На диване лежат двое. Каждый уткнулся в экран своего телефона. Ничего интересного. Так, а что тут? Подхожу к следующему окну. Какое умиление! Вся семья сидит за столом. Мужчина и двое детей с жадностью уплетают что-то похожее на запеканку. А женщина стоит рядом с ними, опершись на разделочный стол и смотрит на них с любовью. Вот мужчина начинает морщить нос, чихает, и еда мелкими кусочками вылетает из его рта и разлетается по кухне. Секундная пауза. Ох уж и достанется же ему от жены. Но нет, на эту уютную малюсенькую кухню обрушивается волна смеха. Почему-то именно сегодня меня это скорее огорчило. Подумаешь, какие счастливые, смеются. Ничего интересного. Идем дальше. Передо мной открывается гостиная. Самая обыкновенная гостиная, какую только можно себе представить. Почти нет мебели. Вдоль стены, что справа, располагается узкая длинная тумба, скорее даже комод. Под стеной напротив окна стоит небольшой белый диван, покрытый темно-коричневым пледом с бахромой. На нем сидит мужчина лет тридцати. Надо сказать, очень красивый мужчина. Темные, не очень короткие волосы, прямой нос, губы интересной формы. Нижняя чуть пухлая и чувственная, а верхняя тоненькая. Он был одет как-то не по-домашнему. Светло-серый гольф, темные брюки и кожаный длинный пиджак неописуемого цвета, то ли серого, то ли светло-синего. Меня заинтересовала его поза. Он сидел прямо, даже слишком приосанившись. Ноги были сдвинуты, а руки лежали на коленях ладонями вниз. Не очень понятная поза для такой обстановки. Их глаз не видно. Он их опустил и смотрел себе под ноги. Я решила задержаться у этого окна. Отошла чуть дальше под дерево, прислонилась спиной к стволу и стала уплетать свой ужин. Возле дивана стоял низкий журнальный столик. На нем были разбросаны какие-то конверты, скомканные клочки бумаги, открытые книги. Ближе к краю находился ноутбук. Я уже допивала свой кофе и начинала подумывать о том, что пора бы пойти дальше, как вдруг в комнату вошла девушка. По движению ее рук я поняла, что она втирает в ладони крем. Она была, как мне казалось, очень высокая, худенькая и довольно красивая. С самым ярким акцентом выделялись ее пышные, кудрявые, ярко-рыжие волосы. Да чего же красиво! Вот бы такие иметь! Хотя наверняка она мечтает о прямых и темных. Иногда мне кажется, что мы, девушки, слегка чокнутые. Особенно в том, что касается внешности. Девушка явно уже готовилась ко сну. На ней была короткая синяя футболка и полосатые трусики. А еще я заметила на ее запястье довольно необычный браслет. Издалека казалось, что это просто спутанные вместе красные толстые нитки, перья и какие-то бусинки. Никогда не видела ничего подобного. Рожевласка медленно шла по комнате, о чем-то задумавшись. Затем подошла почти вплотную к окну. Я уже догадалась, что за занавеской, вне зоны моего наблюдения, находился телевизор. Да, так и есть. Она включила его и еще минуту просто стояла напротив него в полуметре от экрана и смотрела. Девушка стояла так близко к окну, что мне удалось разглядеть на ее лице серьезную усталость. Под глазами мешки, уже практически черного цвета, глаза какие-то мутные. Бедняга. Наверное, у нее такой же невыносимый босс, как и у меня. Мужчина продолжал сидеть на диване. Он даже не шелохнулся, да и девушка не обращала на него никакого внимания. Почему люди не могут жить без ссор, без обид, без постоянных выяснений? Как они не поймут, что встретить человека, который что-то перевернет в твоем сердце, уже бесценно? Относятся друг к другу, как к вещам, которые легко заменить. И меняют ведь, не понимая, что заменяя людей, себя не заменишь. И все проблемы всегда остаются. Девчонка вдруг еле заметно вздрогнула и, обернувшись, посмотрела на ноутбук. По всей видимости, ей пришло сообщение, но она не спешила ответить на него. Я перевела взгляд на мужчину, и мне показалось, что его лицо теперь украшала ухмылка. Девушка тяжело вздохнула и подошла к дивану. Села и посмотрела в экран ноутбука. Быстро прочитала там что-то, а потом с выражением какой-то тревоги на лице обвела комнату глазами. Затем обернулась и посмотрела в темноту дверного проема. Мужчина же в это время перевел свой взгляд на нее и внимательно разглядывал ее лицо. Я заерзала на месте и даже цокнула языком. Никакой динамики. Ну давайте же, чего вы сидите, как истуканы? Мне показалось, что я это сказала вслух. Поэтому я посмотрела по сторонам. Никого. Вот и славненько. Перевожу взгляд на окно. И в этот момент мужчина резко разворачивает голову и пронзительно впивается в меня своими черными хищными глазами. Я аж подпрыгнула на месте. Через две минуты меня уже уносила вдаль раздолбанная, дребезжащая маршрутка. Я сидела в кухне за столом и смотрела в окно. Теперь я была по ту сторону изгороди. Как хорошо, что живу на седьмом этаже, и за мной может наблюдать только луна. Закуриваю сигарету. Пожалуй, в последнее время я стала слишком много курить, так как по утрам меня мучил жуткий кашель. Ну а как не курить-то? Для меня сигареты стали спасением. Такие одинокие пустые вечера. Вот закуришь, и вроде как ты чем-то уже занят. Из головы все не выходил тот мужик из окна и его страшные звериные глаза. Интересно, долго они еще будут там сидеть и играть в молчанку? Кто ж их знает, что у них за игры? Как интересно посмотреть продолжение. Ну нет, не стану. Он не то, что меня заметил. Он мне прям в душу заглянул. Ночью мне приснилось, что в моей квартире проходит какая-то вечеринка. Куча народу, но ни один человек мне не знаком. Музыка играла очень громко. Все вели себя отвратительно, как животные. Меня это раздражало. А потом я вышла на балкон, чтобы передохнуть от этого шума, и увидела лежащего на полу парня. Подошла, чтобы спросить, все ли с ним в порядке, а он открыл глаза и говорит, вернись за мной. Что за бред, даже не собираюсь это анализировать. Тем более мне пора на работу, и я, как всегда, опаздываю. В офисе сегодня такая суета. Грядет какая-то великая и ужасная проверка налоговой инспекции. Ставлю сотню, что это все дело рук женушки шефа. Вот неугомонная женщина. Но, как бы дела не отвлекали меня, я все время возвращаюсь к мыслям о вчерашней парочке. Никак не могу понять, почему это меня так зацепило. Ведь ничего особенного-то и не было. С виду они, как и тысячи других, остывших и безразличным друг другу пар. Однако было в этом окне что-то необычайно манящее, призывающее меня вновь вернуться к нему. К черту эти правила! Кто сказал, что я не могу отменить то, что сама же и придумала? В двадцать пятнадцать я уже стояла напротив окна с теплым желтым светом. Каково же было мое изумление, когда я увидела этого мужчину, сидевшего ровно на том же месте, в той же позе, в той же одежде, только выражение лица какое-то злое. Что это еще такое? Хотя это можно объяснить логически. Это ее бывший, который каждый день ходит вымаливать прощение. Вечер – самое подходящее время. Ведь днем она, скорее всего, на работе. А одежда? Да кто знает, может, ему и надеть больше нечего. А может, он настолько стойкий и непоколебимый, что сидит здесь уже вторые сутки. Надо же! Вот заходит рыжеволосое бестие. Сегодня на ней красная майка на бретелях и пижамные длинные штаны в красную и черную клетку. Волосы небрежно собраны в золотистый переливающийся ворох кудряшек. В руках держит тарелку, вроде с печеньем. Отсюда трудно разглядеть. Красивая такая, только грустная. В самом деле, отчего ей веселиться, когда ее диван заполонила вселенская скорбь и печаль. При ее появлении лицо мужчины как-то разгладилось, посветлело и расслабилось. А она, ну надо же, какая выдержка, даже внимания на него не обратила. Подошла к дивану, поставила на столик тарелку, немного задержала взгляд на книгах. Потом приложила руку к колбу, словно бы раздумывала. Взяла одну из книг, уселась на диване и стала внимательно читать. Мужчина сидел неподвижно. Я все стою у дерева. Ноги немного устали, переминаюсь с одной на другую, а в голове уже десятки сценариев развития событий в этом окне. Но эти ребята даже не собирались оправдывать мои ожидания. Они просто сидели там, неподвижные, застывшие, как на картине. И вдруг девушка резко посмотрела в экран открытого ноутбука. Ее глаза сразу забегали по комнате, а выражение лица выдавало какую-то панику. Интересно, кто ей там пишет? Может, любовник? Мужчина повернул свое лицо к ней и заулыбался. Резко погас свет. Божечки, что происходит? Мне стало как-то не по себе. Свет включился буквально через секунду, и... Он стоял прямо у окна и смотрел мне в глаза, словно пытался затянуть меня к себе. Я очень испугалась. Интуитивно бросила взгляд на диван. Там лежала девушка. Глаза ее были открыты, но неподвижны. Волосы растрепаны, а рука свисала с дивана слишком безжизненно для того, чтобы разглядывать это дальше. И я побежала. Побежала со всех ног, не различая дороги. Моя сумочка открылась. Из нее выпали какие-то вещи. Но я даже не подумала остановиться. Все бежала и бежала. И лишь когда переполненная маршрутка задребезжала, стремительно унося меня от этого места, я смогла отдышаться. Что это было, я не знала. Только чувствовала, что произошло что-то отвратительное. А еще я отчетливо понимала, что этот мужчина видел меня и точно знал, что я все видела. Больше никогда в жизни даже не приближусь к этому дому. Я вообще больше не буду смотреть в окна. Я ведь знала, что однажды может случиться что-то подобное. В конце концов, когда ты подсматриваешь за чужими жизнями, будь готов, что однажды ты поймешь, что кто-то следит за тем, как следишь ты. Конечно, в этот вечер про сон можно было забыть. Я все курила и курила, пытаясь немного угомонить гадкое чувство, будто я нарушила границы дозволенного. Решила заварить себе чаю и включить какой-нибудь сериал, чтобы немного отвлечься и перестать фантазировать. Ох, ну конечно, я забыла оплатить интернет и его отключили. Но почему именно сегодня? Ладно, тогда займусь чем-нибудь другим. Я, кстати, давно думала перебрать свои старые фотографии. Даже новый альбом купила. Такой огромный, толстый, в деревянном переплете. Очень красивый. Кучу денег за него отвалила. Достала коробку с фотографиями. Сколько же их здесь! Люблю пересматривать свои фотографии, погружаться в воспоминания, восстанавливать в памяти события, запахи, чувства. А вот чего я по-настоящему боюсь, так это старинных фотографий, черно-белых, слегка выцветших, на которых запечатлены совершенно незнакомые мне люди. Их уже давно нет в живых, а они все смотрят на тебя с картинки пустыми глазами. Как бы говоря, не пытайся разглядеть в нас душу. Ее здесь давно нет. В это время на мою электронную почту пришло письмо, оповестив меня об этом знакомым звуком. Ура! Интернет все же не отключили за неуплату. Даже не собираюсь открывать его, потому как на почту мне не приходит ничего, кроме спама. Возвращаюсь в мир фотографий. Так же, как старинные фотографии, почему-то на меня действуют куклы. Никогда их не любила. Есть у кукол и этих фотографий что-то общее. Внешне вроде бы человек, а в глазах пустота. Мои мысли снова перебил сигнал о новом письме. Не обращаю особого внимания. Но тот сигнал начал повторяться вновь и вновь. Что за дела? Глюк какой-то. Подхожу к столу, активизирую ноут. Какие-то чудеса. Письмо только одно. От корреспондента с ником Льюис хочет пить. Ну что ж, Льюис, любопытно. Открываю письмо. Я снова чувствую чьё-то присутствие. Оно сосредоточено вокруг меня. Оно, словно огромная энергетическая волна, нависает надо мной. Мне страшно. Мне жутко. Я хочу бежать. Бежать туда, где много людей, где громко разговаривают, играет музыка. Туда, где я буду чувствовать себя в безопасности. Жаль, что бежать мне некуда. Я заключена в кокон своей комнаты. Я погребена в ней заживо. Я состариваюсь в ней в десятки раз быстрей. Бывают минуты, когда я просто уверена в том, что нахожусь в этой комнате уже не одну жизнь. Помоги мне. Долго я ещё смотрела в монитор. Боялась даже начинать думать. Пыталась искусственно остановить поток своих мыслей. У меня не получалось. Кто это? Понятия не имею. Так, нужно успокоиться. Это случайное письмо. Хотя можно ведь просто спросить. Набираю ответ. Кто ты? Нажимаю кнопку отправления. Но вижу на экране сообщение. Нет подключения к сети. На следующее утро, сидя в офисе, ловлю себя на мысли, что впервые за долгие годы я не жду вечера, а наоборот, боюсь его наступления. День пролетает незаметно. И вот я уже дома. Решаю быстрее включить сериал и забыть обо всём на свете, погрузиться в нечто совершенно неважное. Включаю ноутбук. Меня уже ждёт новое письмо. Не может быть! Это значит только одно. Что бы это ни было, это точно не случайность. Открываю. Сумерки. Не люблю это время дня. И мой желудок не любит. Он предательски сжимается, заражая меня вирусом беспричинной паники. В такие минуты мне нравится думать о смерти, о том, какая она, о том, как можно к ней прийти. Я совершенно растеряна. Что мне делать? Мне жутко и интересно одновременно. Решаюсь снова написать в ответ, кто ты. Тишина. Я ещё минут двадцать сидела возле ноутбука и всё ждала, но ответа так и не последовало. На следующий день всё повторилось. Когда я пришла с работы, меня ждало новое письмо. Вначале мне это нравилось. Мне нравилось говорить с ним. Он всё понимает, но не это главное. Я могу прерваться в любой момент и просто уйти без объяснений, а потом вернуться через несколько дней. Он ничего не требует от меня. Это своеобразная свобода, которая манит. Почему другие этого не понимают? Все люди обыкновенные хищники. Они рассматривают других лишь как добычу, духовную или телесную. Но такое поведение ограничивает возможности. Да нет, просто убивает их. Затем я поняла, что это обман. Он такой же хищник, как все. Я больше не в силах сопротивляться. Это невыносимо. Я бы хотела умереть, но он мне не даёт. Дочитав до конца это письмо, я поняла, что мне тяжело дышать. Такая сухость в горле. Не могу вдохнуть воздух. Я ничего не понимала, кроме того, что писать что-то в ответ бесполезно. Хорошо, я просто буду ждать. В конце концов, всё прояснится, наверное. Следующий вечер уже ждал меня с новым письмом. Почему ты не приходишь больше? Мы оба ждём тебя. Ты же тоже хочешь этого. Тебе понравилось смотреть на нас? Меня словно молния поразила. Я вдруг совместила эти два факта. Не могу поверить, неужели это писала она, та девушка из окна. Да нет, не может такого быть. Она меня даже не видела. А если бы и сто раз видела, как бы она узнала, кто я, и уж тем более ей не узнать адрес моей электронной почты? Как тогда это объяснить? Не могу даже описать, какой ужас меня охватил, когда в голову пришла мысль, а вдруг он тогда убил её? А я стала свидетелем. Он меня видел два раза, запомнил, как-то выследил. Что это может значить? Только одно. Кажется, я крепко влипла. Почему-то мне сразу захотелось перепроверить, закрыла ли я дверь на замок. Я выключила везде свет и в полной темноте забралась под одеяло, прям с сигаретой. Если это тот мужик, то почему он пишет мне от женского лица? А если это она, значит, он не убил её, но зачем ей это нужно? Я твёрдо решила не ходить на работу в ближайшие несколько дней. С самого утра мне пришло новое письмо. Только ты можешь мне помочь. Сделай это, я умоляю тебя. Письмо пришло утром. Значит, если рассуждать логически, этот некто знает, что я осталась дома сегодня. Мысль о том, что кто-то знает обо мне больше, чем я могу догадываться, не понравилась мне настолько, что я решила снова написать ответ, пусть даже и в никуда. Почему вы пишете мне и чем конкретно я могу помочь? На этот раз ответ пришёл незамедлительно. Вот уже два дня я не могу выбраться из комнаты, я не могу даже встать с дивана, а он всё сидит и смотрит на меня. Вызови полицию. Улица Лесная, дом 8, квартира 4. А вот это совсем уж мне непонятно. Если это пишет действительно та девушка, то откуда она узнала про меня? И почему, если она может написать мне, она не может написать своим друзьям, знакомым, чтобы они помогли ей? Вопросов оказалось намного больше, чем ответов. Я бы даже сказала, ответов совсем не было. Ночью мне снились кошмары. Мы бежали за руки с рыжеволосой девушкой, а тот мужчина догонял нас. В его руках был топор. Эта ночь настолько измотала меня, что я проспала до трёх часов дня, ни разу не проснувшись, а когда открыла глаза, сразу проверила почту. Поторопись, мне очень хочется принять душ. Такой неприятный запах в комнате. И ещё у меня рука затекла. Пожалуйста. Я долго сидела на кухне в нерешительности. Чайник всё свистел и свистел, а я держала в руках телефон. Что, если действительно чья-то жизнь от меня зависит, а я ничего не делаю? Может, она не может написать родственникам, и на то есть весомые причины. Возможно, у неё и нет никого, как и у меня. Я вдруг представила себя на её месте. Мне действительно некого попросить о помощи. У меня нет семьи, родственников своих я не знаю, а друзей так и не смогла завести. Что мне стоит просто оставить полиции анонимное послание? Но что я скажу? Что кто-то держит девушку в заложниках? Или что я просто думаю, что там что-то произошло ужасное? Что мне делать? Ещё немного поразмыслив, я решаю позвонить в полицию и отправиться туда. Просто понаблюдать издалека, что там будет твориться. Уже через час я стояла возле этого дома. Совсем близко подойти не решилась, и поэтому не стала переходить дорогу. Полиции долго не было. Уже начало темнеть на улице. Свет в окне горел, как и тогда. Но что там, я не могла различить. Во всяком случае, уж точно никакого движения. Вот и полицейская машина. Два человека в форме заходят в подъезд. Теперь я решаюсь подойти поближе, не знаю почему, но на всякий случай натягиваю на голову капюшон пайты. Смотрю в окно. Рыжеволосая девушка лежит на диване в той же позе, в которой я увидела ее в последний раз. Ее кожа немного потемнела, а лицо больше не имело никакого выражения. Мужчина стоял возле дивана и не обращал внимания на то, что по комнате ходили люди в форме. Он просто стоял и смотрел на нее, не отводя глаз. Надо сказать, что и полицейские не обращали на него никакого внимания. К подъезду подъехала карета скорой помощи и еще одна полицейская машина. Началась суета. Люди заходили и выходили, говорили по телефону. Потихоньку возле подъезда собралась толпа соседей и случайных зевак. Я подумала, что, наверное, сделала все, что могла, и теперь неплохо бы мне было убраться отсюда. В последний раз взглянула в окно. Мужчины там уже не было. Скорее всего, его допрашивали полицейские. Я развернулась и поплелась к своему дому пешком. В голове было совершенно пусто. Никогда бы не могла подумать, что влипнув подобную историю. Я просто шагала по улице, как вдруг меня поразила мысль. Если она была мертва все эти дни, то кто мне писал эти письма? Мою спину покрыл липкий холодный пот. Этого просто не может быть. Хотя, возможно, этот мужчина оказался каким-то сумасшедшим и сам писал мне, чтобы их обнаружили. Да, скорее всего, это был он. Но зачем такие сложности? Как он меня выслеживал? Незаметно я оказалась возле своей квартиры. Забежала в нее поскорее и закрыла дверь на замок. Наконец-то я дома. Зря ушла так рано. Нужно было дождаться и посмотреть, как его забирают в полицию. Так бы было спокойнее. Сажусь в кресло и закрываю глаза. Почему-то совсем нет сил. Вся эта история вымотала меня и опустошила. Дремота против моей воли забирала мое тело в свой бархатный плен. Как вдруг меня вытолкнул из сна сигнал о новом письме. Молниеносно страх охватил мое тело. Я на цыпочках подошла к ноутбуку. Открываю письмо. Я знал, что ты заберешь меня. Теперь я буду жить с тобой. Тут же спиной я почувствовала чей-то тяжелый взгляд. Развернулась и вскрикнула. На диване сидел тот самый мужчина. Он улыбался. Внезапно отключилось электричество, но уже через несколько секунд снова включилось. Комната была пуста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok